Для того, чтобы покормить стрижа или дать ему лекарство, стоит запеленать стрижа, тем самым зафиксировав его. Что нам понадобится? Фланелевая или хлопчатобумажная пеленочка размером приблизительно 30 на 40 или 40 на 40 сантиметров. Что мы делаем? Примерно в этом месте у меня середина длины моей пеленки. Я набрасываю ее на плечики стрижа так, чтобы вот эта часть была меньше. Основная длина у меня осталась там. На плечики стрижика набрасываю эту пеленочку, как платочек на плечи женщины, с заходом наперед. Теперь вот эту часть пеленки я набрасываю чуть-чуть плотнее, вот сюда на плечика, без фанатизма, аккуратно, там шейка. Расправляю пеленочку, складываю ее. В этом месте находится низ крылышек стрижика, низ крылышек и хвостик. Тут немножечко оборачиваю плотнее. Вот эту часть, где крылья, мы не заматываем плотно, потому что крылья часто бывают травмированы. И так чуть-чуть плотнее вот здесь, там где шейка, нежно, но так, чтобы стрижик не мог вылезти вперед. Когда мы набрасываем пеленочку на плечики, этот вот слой ткани служит фиксатором. Стрижик не может продвинуться вперед. Вот этот оборот ткани в районе хвостика помешает стрижику сдвинуться вниз, назад. Стрижик зафиксирован. Если вы все сделали правильно, то он, можно даже убрать руки, стрижик не освободится. Не слишком плотно, но и так, чтобы стриж не мог вылезти из этой ткани. Теперь нам останется только придержать головочку и кормить, поить, давать лекарства. Продолжение следует... Продолжение следует...